В эфире новости губернии. В студии Анастасия Зубарева. Здравствуйте. В начале коротко о некоторых темах этого выпуска. Кто стоит на страже? Спасибо за службу. Сотрудники органов внутренних дел отмечают профессиональный праздник. Как изменилась полиция за последние годы? В Тольятти завершила работу мобильная лаборатория. В воздухе зафиксировали повышенное содержание трех химических веществ. Мнение специалистов в вечернем выпуске. Они доказали, что мультипликация существует больше 10 тысяч лет. В Самару привезли кубик, который способен оживить рисунки пещерных людей. Что еще можно встретить на выставке Московского музея анимации, расскажем. Главный финансовый документ Тольятти подвергнут корректировке. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и мэр Автограда Сергей Анташев обсудили бюджет городского округа. Ситуация непростая. По бюджетной обеспеченности Тольятти находится на предпоследнем месте среди городов региона, а по размеру муниципального долга на втором. Поэтому на встрече говорили в том числе и о мерах поддержки из региональной казны. Они позволят задать опережающий темп развития Автограда, повысить уровень благоустройства и удовлетворенности населения. Все эти вопросы крайне актуальны для развивающегося города, для создания положительного тренда, в том числе и в демографической ситуации улучшения, изменения тех негативных миграционных тенденций последних лет. Сложности есть сегодня при бюджетном планировании. Конечно, и тот уровень муниципального долга, сформировавшийся в предшествующий период, он оказывает значительное воздействие, конечно, на бюджетное планирование в 2019 и последующие годы. Особое внимание Автограду губернатор уделил и на расширенном заседании правительства 31 октября. Принято решение, что Тольятти получит стимулирующие субсидии из регионального бюджета без понижающего коэффициента. Эта мера позволит, прогнозирует власти, существенно снизить дефицит. Сейчас он составляет порядка 240 миллионов рублей. Мы планируем получить 215 миллионов рублей, это стимулирующие субсидии. Это позволит более сбалансированно принять бюджет, уменьшить дефицит, то предварительно мы так считаем до 3,5%. При этом необходимо снижение долговой нагрузки, увеличение доходной части и сокращение расходов. В Тольятти подвели итоги работы мобильной экологической лаборатории. Специальный комплекс привезли из Благовещенска для мониторинга атмосферного воздуха. За три недели удалось провести более 300 замеров и испытания по содержанию опасных веществ в воздухе. Итоги исследований в нашем сюжете. Небольшой автомобиль с новейшим оснащением. Внутри газоанализаторы и своя собственная метеостанция. Все необходимое для выявления опасных веществ в воздухе. Мобильная лаборатория из Благовещенска на протяжении трех недель исследовала воздух в Тольятти. Замеры проводили и днем, и ночью. А маршрут для комплекса создали на основе жалоб горожан. Больше всего состояние воздуха беспокоят жители Комсомольского и Центрального районов. Итого в графике 23 адреса, по которым было проведено 345 исследований. Результаты не критичны, заявляют специалисты. Превышения, повторюсь, были незначительные. Например, 31 октября на улице Баныкина, 74, были превышения по диоксиду азота в два раза. И на Матростово-23 в 1,3 раза также по диоксиду азота. Всего было зафиксировано превышение по трем веществам. Это уксусная кислота, диоксид азота и метилацитат. Сегодня в администрации города разрабатывается техническое задание о создании собственной лаборатории. Ее планируют разместить на базе тольяттинских университетов. Кроме того, ведется работа и с крупными предприятиями. Промпредприятия усовершенствовали уже свою систему работы как промышленных предприятий. Это и модернизация, и оснащение, и замена, и, возможно, другие какие-то меры, которые... У нас сегодня указ президента гласит о том, что мы должны на 20% снизить загрязнение атмосферного воздуха. На сегодняшний день в Тольятти работают 27 общественных инспекторов. В их обязанности входят реагирования на жалобы жителей города, а также обращения в соответствующий орган по профилю нарушения. Сегодня стать участником общественной структуры может каждый совершеннолетний. Для этого необходимо обратиться в Министерство лесного, хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области. Дарья Фельбуш, Новости губернии. 10 ноября российские полицейские отметят свой профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел, который был учрежден 101 год назад. В 1917 году была создана рабочая милиция. Сотрудники патрульно-постовой службы, уголовного розыска, кинологи, инспекторы ГИБДД и сотрудники других подразделений полиции. Все вносят огромный вклад в одно большое общее дело – это борьба с преступностью и охраной покоя граждан. Лучшие из них сегодня получили заслуженные награды. Ольга Павловская продолжит. Они не любят, как им кажется, лишнего внимания и совершенно не считают себя героями. Дмитрий Барсов в милицию пришел еще в начале 2000-х. Тогда его привлекала романтика, послужил примером и двоюродный брат. Сейчас за плечами уже начальника отдела областного управления уголовного розыска тысячи раскрытых преступлений. Подполковник признается, главное – подходить к делу без эмоций, хотя иногда это бывает очень тяжело. Особенно, когда речь идет об убийствах детей, женщин и коллег. Мы тут многие так выражаемся, что мы в процессе своей работы уже становимся психологами. Со всеми должен найти общий язык, всех по ним понять. Приходится опытом, и ты думаешь уже, что мог сделать. В этой ситуации определенную, как он мог там скрыться, что он для этого мог сделать. У них много работы, как говорят, в полях. Опросить очевидцев, заметить все детали, увидеть, если она есть, камеру видеослежения. Они, кстати, очень помогают в раскрытии. Дмитрий Барсов – человек не публичный, но сегодня он в центре внимания. Подполковнику присвоено звание заслуженного работника правоохранительных органов Самарской области. Столь высокого звания удостоен и Хирула Ахмедханов. Полковник на страже закона уже 35 лет. Все время, за исключением 4 лет, работал в Тольятти. Собственно, сейчас возглавляет УВД. Говорит, что автоград сильно изменился. Если 90-е здесь были действительно лихими, то сейчас стало гораздо спокойнее. Он уверен, полицейские справятся со всем, если будут обладать нужными качествами. Первое – это мужество, второе – честность, третье – преданность и четвертое – любовь к работе. Все подчиненные у вас обладают качествами? Ну, все те, которые работают, они, я думаю, что обладают. После реформирования системы МВД многое и на самом деле изменилось. Денис Кириллов, главный инспектор инспекции областного главка, отвечает в том числе и за взаимодействие с жителями. Сегодня он получает почетную грамоту губернатора. Поменялась в лучшую сторону и опрос общественного мнения, который мы проводили в Самаре, в Тольятти и в других подразделениях и районах области, показал, что действительно люди стали больше доверять полиции. А за счет чего? Как добились это? Открытостью и добросовестной работой. Лишь за 9 месяцев этого года на 8% сократилось количество зарегистрированных преступлений, на 11% стало меньше преступлений в общественных местах, на 35% снизилось количество разбоев, на 12% грабежей, на 7% краж. Усиление многодичного коллектива удалось добиться снижения уровня преступности в стране. Большая работа проделана в период проведения чемпионата мира футбола. Этот масштабный турнир стал одним из самых безопасных в истории крупных международных соревнований. Как хорошая оценка службы и новость из Москвы, скоро придут сертификаты на улучшение жилищных условий. Всего различные награды в преддверии праздника получили сотни человек. Ольга Павловская, Андрей Авдеев, Новости губернии. Первый придет на помощь для многих страж правопорядка – это, прежде всего, участковый. Он может не только дать хороший совет, но и спасти жизнь. Павел Абаймаков продолжит. Итак, каждый день от 5 до 15 заявлений, рассказывает участковый белухаш Абубакиров. В полиции ныне капитан служит уже более 10 лет. Почти половину из них работает здесь, на одном из участков в Кировском районе. Ежедневный обход, общение с жителями 22 многоквартирных домов, а это шумные кампании во дворах, не всегда понимающие друг друга соседи, ссоры между членами семьи и не только. Днем порядка 7-8 адресов посещаешь стабильно. Потому что и в рамках материала проверки, и просто граждане сами звонят. Не сообщают, а просто звонят, просят подойти. Вот такая ситуация, как нам поступить. Самое главное, это если вы умеете слушать людей и общаться с людьми, то работа будет нормальной в русле. А совсем недавно участковый в очередной раз доказал, что может помочь не только словом, но и делом. В сентябре из окна квартиры на четвертом этаже этого дома на Старозагорье повалил дым. Как выяснилось позже, хозяин уснул, забыв выключить газовую плиту, оставив на ней кастрюлю. Не достучавшись до погорельца, соседи вызвали спасателей и поспешили к участковому. Недолго думая, белухаш Абубакиров бросился на помощь. Из соседнего окна он перелез на балкон, дверь, к счастью, оказалась открыта и вытащил спящего мужчину из квартиры. Так как дым увеличивался, я посчитал, что не стоит ждать, лучше попытаться своими силами предотвратить возникновение тяжких последствий. Как бы не задумался. Серьезного пожара удалось избежать. Обошлось без пострадавших, за что жильцы дома очень благодарят участкового. Но не только за это. По словам жителей, белухаш Абубакиров уже помог улучшить погоду не только в доме, но и на улице. Сейчас вообще не видно, что бы во дворе пили. На лапочках там раньше сидели. Сейчас нет, сколько было участковых. А вот о нем все всегда отзываются хорошо. Все соседи. Я могу даже поручиться за всех. Сам полицейский каким-то особенным участковым себя не считает. Уверен в одном. Если пришел служить в полицию, работать нужно честно и добросовестно. А если придется рискнуть жизнью, рискнет. Как и в случае со спасением Погорельца. Чем потом жалеть о том, что ты не сделал, лучше сделать и спокойно спать, что называется, выполнить свою работу. Вот и все. 10 ноября все сотрудники органов внутренних дел России отметят свой профессиональный праздник. Многие из них встретят 101-ю годовщину на работе. Как и капитан Абубакиров. На субботу у участкового запланирован прием граждан. Павел Баймаков, Виктор Соколов. Новости губернии. Подготовить к освобождению так, чтобы в места лишения свободы больше не попадали. Такая задача стоит перед новым реабилитационным центром «Аврора», который открылся в женской исправительной колонии номер 28. В церемонии приняли участие начальник регионального УФСИН, представители фонда помощи заключенным, общественники и священнослужители. Это уже второе подобное учреждение в уголовно-исполнительной системе Самарского региона. Первый аналогичный центр с 2016 года действует на базе ЕК-15 и тоже для осужденных дам. В нем подготовку к освобождению уже прошли более 90 человек. И ни одна из бывших заключенных не нарушила закон вновь. Отмечу, всего в России на 50 женских колоний пока открыто 20 таких учреждений. Реабилитационный центр «Аврора» представляет собой отдельное помещение. В него отбираются осужденные женщины, которые готовятся к освобождению, не приспособленные к самостоятельной жизни или потерявшие связь с родными и близкими. Зачастую после долгого пребывания в местах лишения свободы они испытывают страх перед жизнью в обществе. Обстановка в центре приближена к домашней. Есть все для проживания, современные бытовые приборы и утварь. Это поможет его обитательницам восстановить утраченные навыки ведения домашнего хозяйства и адаптироваться к правопослушному образу жизни на воле. Предусмотрено также проведение воспитательной, психологической и социальной работы с осужденными женщинами. А теперь коротко о других новостях, которые наша редакция просто не могла ставить без внимания в нашей постоянной рубрике «Губерния за минуту». Возбуждены уголовные дела по подозрению в коррупции в отношении трех полицейских. По версии следствия, двое из них получили через посредника 600 тысяч рублей. Деньги передавались за бездействие полицейских в отношении подозреваемого в тяжком преступлении. Посредником оказался сотрудник ОМВД России по Самаре. Решается вопрос об избрании всем троим меры пресечения. В субботу 10 ноября на стадионе Самара-Арена пройдет матч между командами «Крылья Советов» и «Ахмат-Город Грозный». В связи с этим будет ограничено движение транспорта с 15.00 до 23.00 по улицам Дальняя, Арена 2018, Первая стадионная и проезды под номерами 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Будет организован дополнительный общественный транспорт для доставки болельщиков. Проверить свои знания в области географии сможет каждый. В Политехническом университете напишут географический диктант. Испытания проводятся каждый год русским географическим обществом по инициативе президента России Владимира Путина. В этом году тест на знания географии будут писать 11 ноября. В Самаре он пройдет на базе политеха. Начало в 11 часов. Ведущее предприятие «Сельхозмашиностроение региона» накануне посетили послы Сенегала и Габона. Напомню, африканские дипломаты находятся в областной столице по приглашению губернатора Дмитрия Азарова. В рамках официального визита они посетили парад памяти. Впрочем, продемонстрировали иностранным гостям не только военную мощь, но и передовые образцы техники, которые трудятся на аграрных полях. Возможные варианты сотрудничества изучала Алена Алешина. Флагманов отечественного сельхозмашиностроения визитами иностранных делегаций не удивишь. Впрочем, гости из африканского континента здесь впервые. Привычные для россиян пшеницу, ячмень, кукурузу и рис выращивают и на далеком материке. Поэтому к технике у послов Сенегала и Габона пристальное внимание. Например, многофункциональная линейка «Пегас Агра». На одной машине можно работать с ранней весны до поздней осени, выполняя при этом разные виды сельскохозяйственных работ. Это существенно снижает стоимость гектара. Она максимально проста в эксплуатации, максимально надежна. То есть наши клиенты не зависят от дилера. В условиях удаленной поставки, Африка – это достаточно удаленная страна, то есть вот такая автономность, она тоже важна. Помимо всего прочего, у нас сейчас очень мощно государство поддерживает направление развития экспорта. И здесь тоже есть прямая экономия, поскольку хорошо субсидируются, например, транспортные затраты. К слову, предприятие в этом году вошло в приоритетный нацпроект по повышению производительности труда. Теперь в сутки с конвейера сходит по четыре машины. В два раза больше, чем ранее. Так что с поставками проблем не возникнет, заверяют на заводе. Еще одна производственная площадка, которую посетили дипломаты – российско-немецкий проект в отрасли сельхозмашиностроения и успешный пример локализации производства техники в России. На недавнем форуме в Узбекистане предприятие заключило ряд соглашений о сотрудничестве. По словам послов, самарская техника может быть востребована и на африканских плантациях. Сельское хозяйство – основа экономики большинства стран Африки. В нем занято почти две трети активного населения материка. Сельское хозяйство – это вечное золото, вечная ценность. Если вы позволите, сколько человечеству будет жить, столько оно будет нуждаться в пропитании. И, соответственно, вопрос, разве сельского хозяйства для нашей страны, он имеет огромное значение. Мы здесь очень ищем сотрудничество с Российской Федерацией в том числе. Африканским хозяйствам и африканским предприятиям будет чрезвычайно интересна также ценовая категория, которую предлагают производители российские на сегодняшний день. Мы со своей стороны будем осуществлять всю возможную поддержку и служить посредникам в обсуждении и обмене информации для того, чтобы максимально ускорить процесс. Уже через несколько дней эти машины отправятся на испытания, затем на поля Самарской области, других российских регионов и ближних разорубежьях. Возможно, после визита послов африканских республик Самарская техника появится и на Южном континенте. Алена Алешина, Сергей Александров, Новости губернии. Территория Роста под таким названием в Самаре прошел круглый столб по развитию корпоративного добровольчества. Представители бизнеса, власти и общественных организаций обсудили, как наладить эффективное сотрудничество для развития социальных проектов. В приоритете – экология, благоустройство, развитие малого и среднего бизнеса. Также на круглом столе стало известно о создании в регионе подразделений Национального совета по корпоративному волонтерству. Организация создана в 2015 году и уже работает в 11 регионах страны. За это время Совет объединил более 30 отечественных и международных компаний. Корпоративное волонтерство – это часть стратегии устойчивого развития компании, любой компании, не только нашей, крупной российской, международной компании. Разные бизнесы объединяют свои усилия в условиях ограниченных ресурсов. Это значит, что эффект от реализации проектов добровольчества будет больше. В регионе продолжается кампания против гриппа. Сделать прививку можно до конца ноября в поликлинике по месту жительства. Вакцина бесплатная. Она содержит штаммы, которые, по прогнозам ВОЗ, будут циркулировать в этом сезоне. Чем опасен грипп и кто в группе риска, знает Алена Алешина. По данным врачей, каждый четвертый житель региона сделал прививку от гриппа. Тем, кто еще в раздумьях, медики советуют поторопиться. Конечно, вакцина не панацея, но способна защитить от осложнений коварного вируса. Одни из самых опасных – пневмония и менингит. К сожалению, к летальному исходу приводят вот эти серьезные осложнения. И были случаи летальных исходов от гриппа. Но во всех этих случаях все пациенты были не привиты от гриппа. В группе риска дети, беременные и пожилые, а также те, кто по роду своей деятельности много контактирует с людьми. Для фитнес-блогера Марины Отягшевой вопрос, делать прививку или нет, не стоял. Девушка уверена, лучше раз в году обезопасить себя и свое окружение от неприятной хвори, чем потом стойко переносить все ее симптомы. Выбирая, делать прививку или нет, всегда просьба задуматься о том, что вам больше хочется, что вам больше нравится. Прийти один раз в поликлинику, потратить на это 15 минут своего времени, или потом две недели лежать в больнице, или дома лечиться дорогими лекарствами. По словам медиков, современные вакцины надежно защищают организм от гриппа. Каждый год они содержат прогнозируемые штаммы, в том числе так называемых птичьего и свиного гриппа. Пик заболеваемости ждут традиционно в конце декабря, начале января. Только в 14-й поликлинике до конца кампании привить планируют до 70% прикрепленного населения. Алена Алешина, Александр Каракулько, Новости губернии. Сломать стереотип о профессии библиотекаря, предложив взамен успешный и креативный образ. Такую цель преследует героиня нашего следующего сюжета. 45 лет она трудится в Самарском художественном училище и сделала из книгохранилища территорию культурных событий. Творческой атмосфере способствует и интерьер издания. О любви к профессии и нескучной библиотечной жизни наш следующий сюжет. Библиотеку ее заманила любовь к искусству, хотя и закончила она историко-филологический факультет Куйбышевского педагогического института. Тамара Ивановна 10 лет работала в 94-й школе, вот уже 45 лет прививает любовь к чтению в Самарском художественном училище имени Кузьмы Сергеевича Петрова-Воткина. Она собрала фонд в 25 тысяч книг. Каждую прочитала и знает, в каком отделе она стоит. Про работу, которую считает вторым домом, пишет стихи. Я себя не мыслю, жизнь другую, без каталога, книг и стеллажей. Я профессию свою люблю, родную, и не надо ничего велеть. В мир искусства жизнь мне подарила запах красок, акварели и гуашь. Жизнь училища я полюбила и с художниками дружба, как-никак. И студентов я немало повидала, и таланты в библиотеку шли. Все же книги чем-то помогали, ну а я старалась от души. Она не спрашивает читательский билет. Любой посетитель может просвещаться, изучать или даже просто общаться без каких-либо ограничений. За исключением случаев, когда книгу или репродукции захочется посмотреть вне библиотеки. Здесь проходят диспуты, читательские конференции, встречи с писателями, поэтами. К Тамаре Ивановне идут не только за книгами, но и поделиться своими радостями, обсудить последние новости. Она очень отзывчивый человек. Это уже, можно сказать, легенда нашего училища, потому что она работает здесь очень давно. Она всегда поможет с выбором нужной книги, посоветует автора, и всегда уходишь от нее с каким-то позитивом. Тамара Ивановна – заядлый театрал и в курсе всех культурных событий, которые происходят в городе. В художественном училище частый гость на просмотрах студенческих учебных работ. Она поклонник и тем более нашего факультета театрального, все просмотры, она частый гость, и всегда она все это контролирует. Самое интересное, что проходит на просмотрах – это обсуждение. И всегда она скажет доброе слово, что ей нравится. 22 года назад Тамара Ивановна получила удостоверение пенсионера, но и от библиотечного формуляра она еще не собирается отказываться. Татьяна Пудова, Дмитрий Столяров, Новости губерния. Куклы, эскизы и раскадровки в доме музея Ленина открылась передвижная выставка «Волшебство анимации». Посетителям раскрывают тайны создания известных историй легендарной киностудии «Союзмультфильм». Как рисуют мультики, как персонажи моргают и сколько лет анимации узнала и окунулась в мир детства Татьяна Пудова. Выставка, в которой можно узнать все-все о мультипликации, в стеллажах кукольной фигурки Чебурашки и другие персонажи мультфильмов, на котором выросло не одно поколение. Над анимацией работали огромное количество художников киностудии «Союзмультфильм». На этом стенде представлена лишь малая часть. Здесь можно узнать, как создавались серии «Ну погоди, зима в Простоквашино», «Малыши Карлсон», «Как львенок» и «Черепаха пели песню», «Котенок по имени Гав». Сохранились их так называемые фазы. «Это рисунок на целлулоиде. Рисунок на целлулоиде наносился… Сначала, с одной стороны, наносился контур специальной краской, контуровочной, наносился, конечно, жопером, а с другой стороны, наносилась заливка. После съемок мультфильма все эти фазы стирались, все рисунки стирались, целлулоид очищался и сдавался на фабрику в обмен на новый целлулоид чистый. Поэтому очень большая удача собрать те фазы, которые здесь». Одна фаза из 19-го выпуска мультфильма «Ну погоди» останется в Самаре. «Это подлинный экземпляр. Подлинность этого экземпляра подостеряется вот этой печатью». Все экспонаты из Московского музея анимации. Здесь есть куклы с жестким проволочным каркасом. Они могут двигаться и даже моргать. «Как же куколка моргает? Дело в том, что художник-мультипликатор всегда имел под рукой обыкновенный пластилин для лепки. И заклеивал куклой глазик на одном кадре. Нажимал на кнопку кинокамеры, потом убирал размятый пластилинчик и нажимал еще раз. Таким образом кукла моргала. Поэтому нередко на экране, на первой копии мультфильма, были видны отпечатки пальцев мультипликатора». Здесь можно увидеть и персонажей импортного губка Боба, Микки Мауса, первый выпуск коллекционной семьи Симпсонов, фазы и кальки из мультфильма «Звездные войны», который вышел по мотивам одноименного фильма. В историческом зале есть экраны, на которых в режиме нон-стоп можно посмотреть первые мультфильмы, которые были созданы в начале прошлого века. Привезли единственный в мире волшебный кубик, который доказывает гипотезу, что мультипликации больше 10 тысяч лет. Фрагмент наскального рисунка вставляют в аппарат, запускают и фигуры начинают двигаться. «Это первая оптическая игрушка, зоотроп. Цилиндр с отверстиями. Внутрь помещалась лента с рисунками и превращение цилиндра. Персонаж оживал». Экспозиция будет одинаково интересной и для детей, и для взрослых. «Мы получили море положительных эмоций. Мы сегодня столько многого узнали и загорелись идеей. Мои дети предложили создать свой мультик». Узнать больше деталей о мире анимации можно до 27 декабря. Выставка разместилась в доме музея Ленина. Татьяна Пудова, Дмитрий Алатырцев, Новости губернии. У меня на этом пока все. Еще больше новостей на нашем сайте губерниитв.ру. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»